Хороший вопрос, да, по поводу воды, да, в отдых процедур холодных от Сергея. Нужен ли разогрев предварительно? Светочка, нужен ли предварительный разогрев тела при приеме холодных процедур на сухих днях, когда мерзнешь? Ну, это зависит от вашей подготовки, да, потому что если вы часто, если вы, в принципе, любите холодную воду, если вы закаляетесь, если вы очень часто принимали, например, до этого контрастный душ, и ваше тело готово к холодной воде, то, наверное, разогрев какой-то не нужен. Если для вас это не такая привычная процедура, то я бы, наверное, все-таки порекомендовала начать с контрастного душа, чтобы приучать свое тело. Именно теплая, очень теплая вода, холодная, но заканчивать нужно всегда холодной водой. И чем больше вы постоите потом под холодной водой, но не перемерзнуть, а именно, чтобы слегка замерзнуть, только после этого ваше тело разогреется. Но если это, если нет подготовки, если подготовка есть, то можете сразу же принять холодную душ, холодную ванну, и тогда у вас пойдет процесс именно нагрева в ваших внутренних органах, у вас пойдет вот этот вот разогрев, очень хорошо пойдет. Или если вы совсем мерзнете, то попробуйте ушки, очень-очень сильно растереть ушки, можете их просто растереть. Можете взять масло гвоздики, есть эфирное масло гвоздики. Можете взять, знаете, вот такие вот звездочки, они снова стали продаваться в аптеках. Я помню, в детстве такие вот звездочки, которые фиг откроешь, поэтому их очень-очень аккуратно закрывали, потому что открывали их потом всей семьей, но сейчас они открываются хорошо. Тоже можете взять звездочку и прям ушки хорошо-хорошо-хорошо помассировать, а потом в холодный душ. И прям после разогрева ушей, после холодного душа у вас на более длительное время останется прям такой жар в теле достаточно приятный.